1 апреля в третьей школе состоялось родительское собрание. Тема обсуждения правила сдачи предстоящего ЕГЭ. Перед школьниками и родителями выступили члены рабочей группы, которые ответственны за успешную сдачу экзамена. Они рассказали, что на нем можно делать и что нельзя, а также какие сдавать экзамены. В этом году основными также являются русский язык и математика. Сегодня это собрание проводится по инициативе рабочей группы, которая создана в городе по подготовке и проведению ЕГЭ. Цель проведения таких собраний, она одна. Это чтобы во время единого государственного экзамена не было нарушений, чтобы все наши выпускники успешно сдали экзамены, ну и получили аттестат. Вот это основная цель, чтобы свести к минимуму. Главная задача встречи – еще раз донести до учеников всю серьезность предстоящего экзамена. В этом году помещения будут оборудованы видеокамерами. И возможность списывания исключена полностью. Более того, даже если после ЕГЭ пройдет время и будет обнаружено какое-либо нарушение, результат будет аннулирован. Школьник же, уже поступивший в ВУЗ, будет отчислен. За самим процессом сдачи экзамена, помимо основной, будут следить и специальные комиссии. Они будут работать в режиме онлайн, находясь в Уфе и Москве. И очень хотелось бы, чтобы вы сделали в жизни правильный выбор, поступили туда, куда вы мечтаете, приобрели хорошую профессию и по возможности были полезными и в городе, и в республике, и воплотили все свои мечты. Чтобы поступить куда-либо по вашему уже сделанному выбору, вы должны сдать экзамены по выбору. Мы очень настоятельно просили всех, как можно большее количество экзаменов выбрать, потому что в этом году еще действует правило, что за отказ от экзаменов объяснения писать не нужно. Может быть, на следующий год, может быть, через год введут изменения, и тогда, если отказываешься от выбранного экзамена, может быть, и нужно будет писать объяснение, почему это делаешь. Также на бланке ЕГЭ очень важно правильно вписать свое имя и фамилию, ведь все данные считывает машина. Выступающие обратились с призывом отнестись серьезно, но сохранять спокойствие. Оставшееся время до экзамена полностью посвятить его подготовке. Главное правило успешной сдачи – это рассчитывать только на свои силы и сохранять позитивный настрой. Сегодня мы еще раз обращаемся ко всем родителям и выпускникам, для того, чтобы правильно провести процедуру ЕГЭ, чтобы у них получилась успешная сдача экзамена, и они поступили туда, куда они задумали. И, пользуясь случаем, я хочу пожелать всем выпускникам школ нашего города сдать успешно единый государственный экзамен, поступить в ВУЗы и обязательно вернуться в город, чтобы свои знания применить на благо нашего родного города. Екатерина Макеева, Ильнур Аминов, Новости.